Алмазбек Атамбаев Бишкек официально передал свою газотранспортную систему Москве за символическую сумму в 1 доллар. Газпром входит в Кыргызстан на абсолютных правах монополиста. Под его ведомство переходит порядка 2500 километров газопроводов, 40-миллионное долговое обязательство и исключительные права на импорт природного газа в республику. Российский собственник обещает серьезные вложения в развитие инфраструктуры и добычу газа в Кыргызстане. В течение 600 миллионов долларов в течение пяти лет «Газпром» инвестирует в газотранспортную систему Кыргызии. И я хочу вас уверить, что данная работа будет вестись под личным контролем председателя правления. Тем временем в Кыргызстане неудержимо рвется другой российский монополист – Роснефть. В конце февраля компания подписала меморандум с Бишкеком о приобретении международного аэропорта Манас. Того самого, где с 2001 года базируется одноименная авиабаза США и которую они должны покинуть до середины этого года. Роснефть в случае заключения контракта получит контрольный пакет акций двух международных и сети региональных аэропортов Кыргызстана. Взамен нефтегазовый гигант обещает вложить до одного миллиарда долларов в развитие авиатранспортной системы республики. Манас аэропорту Эль-Диги! Между тем, передача крупных госкомпаний в руки российских монополистов начинает настораживать граждан Кыргызстана. В Бишкеке все чаще проходят пикеты против монополизации целых секторов экономики. Участники митингов выступают вопреки продаже стратегических компаний, а также заявляют, что правительство заключает договора с российскими собственниками не совсем прозрачным образом. Аэропорт Манас относится к стратегическим объектам, не подлежащим к его официации. И когда я попыталась узнать, то есть обратно же через гугл, узнать, как проходили процедуры подписания договоров, оказалось, что это были кулуарные переговоры, никто об этом не знал, и депутатные парламенты тоже были не в курсе. Поэтому одно из требований, первое, это отозвать все-таки посты. Второе, никаких намерений о продаже или передаче контрольного пакета акций в аэропорт Манаса, даже речи не может быть. Это стратегический объект, это благо и богатство народа, он должен оставаться в таком же виде. Мы не против инвестиций, которые будут развивать аэропорт, но без передачи контрольного пакета акций. Однако власть отвергает упреки своих критиков. Алмазбек Атамбаев, комментируя вопрос прихода российских монополистов в Кыргызстан, заявил, что без их вложения крупные компании не выдержат конкуренцию. И те, которые кричат о том, что нельзя Роснефть отдавать, там никакой процент, тем более 51, те фактически хотят поставить крест на будущем аэропорта Манаса. Потому что главное преимущество этого хаба о будущем, это должен быть дешевый керосин. Впрочем, с аргументами президента не совсем согласны депутаты. По их словам, правительство необоснованно за бесценок распродает самые ликвидные сферы экономики. Аэропорт, он рентабельный. А рентабельный, все, да. А какой смысл рентабельный? Вот у вас, если предприятие дает прибыль, вы согласитесь, его продать? Если он вам дает прибыль? Нет же, согласитесь? Если вы захотите инвестора привлечь, вы не через продажу будете привлекаться, правильно? Вы будете через какое-то совместное предприятие новое открывать. Наплыв российских монополистов в Кыргызстан, по мнению аналитиков, и впредь будет вызывать недовольство некоторых слоев общества. Но эксперты уверены, что если россияне выполнят свои обещания, то негативное отношение смягчится. Редактор субтитров А.Семкин